Приветствую вас. Мне показалось, что вы не уверены в себе. Вот неуверенность в себе, она проходит как бы лейтмотивом через весь ваш текст. Вообще через весь ваш текст. Несмотря на то, что вы говорите о том, что вы симпатичны, что вы нравитесь мальчикам и так далее. Кстати, почему мальчикам? То есть, вы своих одногруппников, да, называете мальчиками. Почему? Они не мальчики, они мужчины. Уже. И может быть у этого есть свой смысл какой-то. Понимаете? Определите это. Для начала. Почему мальчикам? Понимаете? Это первое. Второе. А вы достаточно много обращаете внимание на то, что подумают другие люди. смеются над его шутками, да? То есть, ну над вами. Вот. Вы говорите, что хорошо, что никто не увидел. Ну вот. Там никто не оценив ту фотографию, которую он отрицал вам. Вот. И так далее. То есть, это все свидетельство в вашей неуверенности. Вы даже говорите, что я симпатична, но так говорят. Сразу уточняете вы это. Так говорят. Да. Да. Если бы так не говорили, то вы бы наверное так не считали. Вот. То есть, это неуверенность в себе. Ну и как следствие, да? Она и стимулирует вас к такой вот модели поведения. Я также заметил, что вы уже не первый раз описываете данную ситуацию. Я полагаю, что вам нужно рассмотреть ее более детально, саму ситуацию по себе. Потому что, как я уже сказал, проблема не в парня и не в его поведении, не в его шутках, а в вас. В том, как вы воспринимаете это все. Как вы на это реагируете. И в том, что у вас есть достаточно четкая, устоявшаяся уже, но довольно ограниченная модель поведения, вот, по отношению к мужчинам. То есть, ограниченная модель женского поведения у вас имеет место быть. Почему и для чего так? По какой причине? Это нужно высказать, потому что вы говорите, что вот, если бы я ему нравился, да? То он бы, там, не целовался с другой и прочее, 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 да? И я с ним кокетничаю и так далее. Вот. То есть, такое ощущение, что вы не берете в расчет тот факт, что человек, вот, просто, ну, не может выражать свои чувства. Ну, вот, не может он выражать свои чувства. Так как, например, вам бы этого хотелось, допустим. То есть, вы принимаете, вы принимаете все исключительно на свой счет. Вот. То есть, чем основная проблема. Вот. Что вы принимаете все на свой счет, слишком близко к сердцу. Вот. Это не может быть случайностью. То есть, не может быть такого, чтобы вы принимали все это близко к сердцу, чисто случайно. Знаете, какая история? Значит, у этого есть свои причины. Вот. Вопрос заключается в том, какие они, эти причины. Вопрос заключается в том, что это за причины. Вопрос заключается в том, какие чувства у вас вызывает поведение молодого человека и почему. Вопрос заключается в том, каковы причины вашей обиды. Вопрос заключается в том, какого поведения вы ждёте от мужчины и чем подкреплены ваши ожидания. Одного разговора с человеком будет мало, ну, вообще, одного разговора с человеком будет мало, именно одного разговора. Что из разговоров в принципе нужно больше, к сожалению. То есть, что это значит, да, что значит, разговоров нужно больше. Ага. Как бы мужчина, если он не может выражать свои чувства, да, если он боится выражать свои чувства и так далее, он за один разговор не поверит вам, не поверит в серьёзность ваших, ну, намерений, да, и так далее. Вот. Поэтому я бы сказал, что очень важно и правильно было бы вам, вот, знаете, последовательную стратегию поведения выбрать, чтобы снова и снова раз за разом доносить до него, что вам, например, хочется, что он делает и так далее. Понимаете? Вот это, пожалуй, приведёт к какому-то результату. То есть, к новому и последовательному поведению. Игнорирование. Ну, опять же, игнорирование может к чему-то привести, если вы выдержите. выдержит. Вот, знаете, ну, поскольку вы периодически просите людей там чего-то не делать, да, ну вот, по отношению, например, к вам и так далее, то я полагаю, что это не работает, потому что игнорирование – это та стратегия, когда человек полностью, целиком и полностью в себе уверен. Вот. Если вы в себе не уверены по, ну, по той или иной причине, вот, то, наверное, лучше будет, если вы не будете придерживаться игнорирования, да, а будете все-таки действовать несколько, ну, по-другому. Вот. В данном случае, если вы будете, ну, например, четко высказывать свою позицию, если вы, например, будете четко говорить о том, что вам, что вы хотите, что вам нужно и так далее. Вот. То это, в принципе, будет лучше. Вот. для вас, опять же. Значит. Ваш вопрос, да, значит. Так. Скажите, как лучше поступить? Как лучше поступить, чтобы что? Саша. 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 Показит. Саша. Только… Не остается, значит. И я вижу только то, что вы проецируете на человека, вы проецируете на человека, ну вот, соответственно, свою неуверенность в себе. И соответственно, именно ее неуверенность в себе вам и нужно корректировать. Именно ее неуверенность в себе нужно корректировать. А дальше, дальше, уже, после, после этого, уже можно будет что-то делать, т.е. уже после этого вы сможете как-то вести себя по-другому, ну, допустим, с мужчиной, вот. Только так. И никак иначе, к сожалению, вот. Только так. Только. По-другому не получится. Т.е. работа над собой, над внутренними страхами, предотвращением к себе более таким, ну, постоянным, более стабильным, вот. И уже после этого, и только после этого, можно будет говорить о том, что вам делать дальше. Вот. Возвращаясь, как бы вы себя не повели с мужчиной, вас все равно это будет задеваться. Вам все равно это будет задевать, вас все равно это будет трогать, вам все равно будет неприятно, вам все равно будет тяжело и т.д. Вот. Вот. Возвращаясь, по сути, никто от этого не выиграл. Вот. Неравнодушен ли к вам мужчина? Да, неравнодушен. А, неравнодушен ли вы к нему? Да, вы к нему тоже неравнодушен. Тот, он встречается с другими женщинами, целуется с девушками, не значит ничего, там мужчина слишком горд, чтобы признать свою слабость. Мужина слишком горд, чтобы признаться, что у него есть чувства. Вот. В болезненности, болезненно реагируете на шутки? Это родом из детства, из детской, из родительской семьи. Можно ли с этим работать? Да. Конечно. Конечно, можно. Первое, определить цель. Цель, чтобы он прекратил, хорошо, выбирай наилучшую пактику для того, чтобы он прекратил. Но не просто прекратил, а то есть силой, чтобы вот прям подавить его. Надо, чтобы у него был стимул. То есть вопрос, чтобы он готовил ли выдать ему стимул для того, чтобы он прекратил это делать. Престал, эээ, так себя вести. А может быть он всегда будет чувствитель, потому что человек не привык говорить о своих чувствах. Вот. А вариантов здесь очень много. На самом деле. Вариантов здесь очень много. И несмотря на то, что вы много написали, вот именно, ну много, несмотря на то, что вы много написали, я бы сказал, что вы не написали по сути ничего. Да. Потому что то, что вы описываете, да это ну просто некий, некий такой, эээ, синопсис ваших отношений. То есть некая такая парадигма, некая такая парадигма развития ваших отношений, то есть то, как вот вы, как у вас развивалось они. Но этого безусловно мало для того, чтобы сделать вывод относительно того, что конкретно между вами происходит, что конкретно происходит сразу, вот, этого безусловно мало, этого безусловно мало, вот, безусловно мало. Поэтому мне думается, что здесь, здесь необходимо разбираться все-таки более, так скажем, подробно, почему у вас идет такая реакция, какие у вас чувства к нему, то есть, знаете, вот вы говорите, да, что вы с ним кокетничали и так далее, так, а толку-то от этого, что вы кокетничали, как бы толку, если человек, да, он, по сути, он ничего не понял, из того, что вы делали, по сути, человек, по сути, да, я просто не понял, что вы хотели. Вы ему сказали, что он вам нравится? Нет. Вы все сказали, вы спросили у него, нравится ли вы ему. Ну и это, он должен был вам сказать правду? С чего вдруг? Почему вы считаете, что он должен был вам сказать правду? То есть я понимаю, что вы хотели бы, чтобы он сказал правду вам. Я понимаю. Но это не значит, что он действительно ее должен сказать вам. Знаете, что здесь, вот, мне кажется, что вы ведете себя, опять же, скорее, больше, как нападающий. Вот. Ну а нападающий человек, понятно, когда. Когда у него есть, что защищать. Определите то, что вы защищаете, вот, и почему вы защищаете. И я полагаю, что вот с этим уже можно будет, в принципе, что-то делать. Вот. Я серьезно считаю, что если вы для себя определите, что именно вы защищаете и почему, вот, то история будет для вас развиваться только самым лучшим образом. Вот. Скажите ему просто, что вы чувствуете. Вот. К нему и все. И проблем не будет никаких. Это же так просто. Другое дело, что если вы не можете, это уже другая, другая история. Если вы не можете. Как у вас складываются отношения вообще с мужчинами, насколько хорошо они складываются. Так вот. 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 Быть может вы и не уверены в себе как, в себе как женщина. Вот. Вот. Может такое быть. Может такое быть. Вполне. Вполне может быть. С этим надо разбираться. В любом случае, в любом случае. А вот так примерно можно вам ответить на ваш вопрос. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы уже не первый раз задаёте его. То есть вы не первый раз задаёте свой вопрос, не первый раз вы спрашиваете что-то. Но при этом вы не берёте платные консультации, то есть вы не работаете над собой, вы не занимаетесь индивидуальной работой, а вы как бы просто снова и снова задаёте один и тот же вопрос. Это ни к чему хорошему не приведёт, потому что формат вопрос-ответ, он хорош только лишь до определённого момента, а потом он свою эффективность по сути делает сериал. Если проблема для вас важна, то с ней нужно работать. Ну да, это серьёзно, да, это важно, да, это будет стоить каких-то денег, но тут уже вам решат, хотите ли вы проблему решить или хотите продолжать иметь такие же проблемы. Кстати, если у вас тоже есть чувство к мужчине, то по сути получается, что вы губите ваши отношения, по сути. И мне бы не хотелось, чтобы это действительно происходило с вами. То есть мне бы хотелось, чтобы вы всё-таки были счастливы, мне бы хотелось, чтобы у вас всё было хорошо, мне бы хотелось, чтобы вы были максимально довольны, чтобы вам было максимально комфортно. Вот. Понимаете? Какая история. А это вот в данном случае во многом зависит только от вас. Вот. В принципе, на этом всё. Я думаю, на этом можно закончить. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что вы извлекли для себя что-то полезное в моём ответе. Вот. Надеюсь, что вы сделаете выводы из моего ответа. Вот. И надеюсь, что вы либо начнёте работать над собой. Вот. Либо обратитесь к психологу за помощью. Вот. Либо, соответственно, предпринимите ещё какие-то шаги. Например, выскажите малодорому человеку что-то вы чувствуете. То есть, ещё раз, да? А то, что чувствуете вы. Не то, что он должен чувствовать. Без обвинения его, его обвинять ни в чём не нужно. Вот. Выразить свои чувства. Знаете? Вот. Выразить ваши чувства, это первостепенная задача. Сейчас. То есть, не говорить прекратить, да? Не говорить таких вещей. Что вы чувствуете по отношению к нему? Знаете? Я уверен, что молодой человек, он просто-напросто считает, что у вас есть к нему чувства, но вы их не выражаете. Вы просто вот, как говорят, ломаетесь. Вот, как некоторые говорят, да, мужчины. Одна и женщина, в принципе, тоже говорят такие вещи. Ломает. Просто. Вот. Ну, если вы хотите серьёзности, да? То серьёзно сами ему в социальных сетях напишите, как, как обстоят дела. И что вы чувствуете по отношению к нему. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.